Девушки отдыхают Прости, а я терпеть не мог математику. Сколько у нас времени? Неделя на первый уровень сна, полгода на второй и на третий. Десять лет. Кто захочет застрять во сне на десять лет? Зависит от сна. А когда мы закончим, как мы выберемся оттуда? Надеюсь, у тебя есть идея поизящней, чем прострелить мне башку. Выброс. Что это? Вот что такое выброс. Это чувство падения, которое расталкивает тебя и вытаскивает из сна. А мы почувствуем выброс под таким снотворным. Я создал снотворное, которое никак не затрагивает функцию внутреннего уха. Таким образом, каким бы глубоким ни был сон, человек все равно чувствует падение. Или толчок. Сложно синхронизировать выброс, чтобы он затронул все три уровня. Можно синхронизировать все при помощи музыки. Ему не назначено никаких операций, нет даже посещения зубного. А разве у него нет операции на колене? Нет. Ничего, где бы его усыпляли. А нам надо не меньше десяти часов. Сиднея и Лос-Анджелес. Один из самых долгих перелетов в мире. Он совершает его каждые две недели. Наверняка на частном самолете. Только если его самолету не потребуется внезапный ремонт. Тогда 747. Это почему? Там кабина пилота наверху, а бизнес-класс в носовой части, чтобы никто не ходил мимо. Нам придется купить весь класс и заодно бортпроводницу. Я купил авиакомпанию. Решил так проще. Похоже, у нас будет 10 часов. Реально. Блестящая работа. Блестящая работа. Ты знаешь, как меня найти. Ты знаешь, что нужно делать. Ты помнишь, как ты сделал мне предложение? Конечно, помню. Ты сказал, что тебе приснилось. Что мы застаримся вместе. Это еще возможно. Тебе нельзя здесь находиться. Хотела взглянуть, какие опыты ты проводишь каждую ночь. Это в любом случае не касается. Ошибаешься. Ты ведь хотел, чтобы я делилась с тобой с нами. Не в этот раз. Это мои сны. Зачем ты это делаешь? Я только так могу видеть сны. Это так важно для тебя? В моих снах мы все еще вместе.